За последнее время я залипал в несколько игр, и больше всего меня зацепили последняя Call of Duty и Fortnite. Последняя Call of Duty... Последняя Call of Duty... Привет, меня зовут Джонни Лейни, это канал Triple Vibe, а это ещё одна игра на канале, Call of Duty World War 2. Я и правда давно уже заикался о контенте по этой игре. Но тут вдруг то инфа по Destiny 2 подъедет, то в Fortnite играть позовут, а между прочим в Call of Duty тоже идёт ивент. Зелёные дни, День Святого Патрика. Это вот кстати такой аналог Таура из Destiny, смотрите, всё украшено, все чем-то занимаются, есть свои NPC... Онлайн! Сегодня я сыграю пару-тройку матчей в ограниченном режиме ивента, и расскажу о самых последних новостях, касающихся Call of Duty. Об анонсе нового DLC, играть буду практически с нуля, до этого я играл не на своём аккаунте, и довольно много, так что никакой мучительной адаптации в ролике не будет. Режим, в который я играю, предполагает плейлист из нескольких командных режимов, типа контрольной точки, командного боя, убийство подтверждено... А, у меня же все Гардианы. Это Клэш, контрол и супремасси. Особенность ивентового режима в том, что во время боя на карте может появиться маленький зелёный лепрекон в котелке, убийство которого заряжает все ваши способности, вроде вызова авиаудара или экипировки огнемёта. Вот и попробуем и врагов настрелять, и гнома прикончить. Хотя это и не так просто. Не был фанатом Call of Duty никогда особо, тем более уж мультиплеера последних частей, но эта часть затянула просто сходу. Возможно, сработало чувство ностальгии по первым частям, которые тоже были посвящены Второй Мировой. Как сейчас помню, в моём школьном классе стоял один комп, какой-то старый Pentium III, бородатый такой. Такой, с белым корпусом, который через месяц уже был не белый, а жёлтый, как холодильник какой-то. Фу, следующий. Ещё один. Ток-ток-ток-ток. Перезарядка, перезарядка. Только отойти, отойти. И вот на нём стояла колда, ради которой стоило оставаться на продлёнке. Сейчас кое-что поменялось, и скорее школьники убегают бегом после уроков домой, чтобы там зарубиться всё в ту же колду. Как я сказал раньше, я давненько играть начал, где-то с нового года, плюс-минус. И долго искал повода, чтобы на канале появилось видео об игре. И вот он, наконец, подвернулся. Удачный. Состоялся анонс нового крупного дополнения, The War Machine. Вот скажите, кто смотрел фильм гения Нолана Дюнкерк? Жутко атмосферный и нетипичный для режиссёра фильм по многим параметрам. Кадры из которого надолго застынут у вас в памяти. Ну так вот, в новом дополнении игроки также смогут поучаствовать в сражении на холодной пристани этого французского города. Обещают много открытых зон, а значит, довольных снайперов. А значит, довольного меня, поскольку снайпы я люблю. Еще пообещали карту в Египте. Внезапно. Да, в Египте тоже проходили сражения, хоть они и не так широко известны. Зубодробительные стычки в руинах древних храмов с пирамидами на фоне звучит как мечта. Добрый вечер. Так. Классика. Еще есть некая карта V2, расположенная в сеттинге сельской местности в Германии. Там какие-то ракеты расставлены и так далее. Чем будет удивлять эта локация, пока не ясно. Но в любом случае разнообразия, которое внесут эти три карты для сражений, уже давно не хватает. В PvP в колде есть классный, хоть и непростой режим. Война. Это такие, что PvP рейды. Вы с отрядом не просто сражаетесь с противником, а еще и продвигаетесь по большой территории, попутно выполняя различные задания по сопровождению техники, взятию штурмом очередного бункера или прорыва с простреливаемого пляжа. Ну так вот, в DLC добавят новую карту для этого режима. Главное ее отличие, что она будет включать еще и бои в воздухе. Сложно я пока это представляю себе, но подробности не особо разглашаются. Ну и куда без зомби. Будет новая зомби-глава. Больше зомби богу зомби. С релиза последнего Left 4 Dead прошло больше 10 лет, кажется, а интерес к отстрелу у армии, мертвичины у игроков никуда не девается. Выход всей этой прелести состоится 10 апреля. Сейчас уже можно оформить предзаказ. Ну а чтобы вы не скучали в ожидании его, давайте я разыграю ключ на первое дополнение, в которое вот вы прямо сейчас можете сыграть. Наберем 600 лайков и я дам ключ случайному зрителю, который оставит комментарий под этим роликом. Идет? Мое, мое, мое. Ну, серьезно? Чувак, серьезно? Таким образом, скоротайте время до следующего DLC, а там сыграем вместе. Вы только посмотрите на Time to Kill. Просто... Ну все, для первого раза хватит. Спасибо за просмотр. Кто играет в Call of Duty, пишите, что думаете, ждете ли новое дополнение. А я прощаюсь, будьте на связи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok